Всем здравствуйте! Сегодня мы разберем вот эту промежуточную часть нашей кофточки. Вот у меня осталась на спицах первая часть узора, которую мы вчера разбирали. Сегодня разберем вот этот валик, а завтра вот этот уже самый сложный узор. Значит, после первых ромбов мы вяжем чулочной гладью. Вот он изнаночный ряд, на котором я вчера закончила это все дело. И вяжем сейчас 5 рядов чулочной гладью. Провязала я 5 рядов чулочной гладью. Это значит 3 лицевых ряда и 2 изнаночных. И вот в 6 изнаночном ряду, если мы будем считать вот так, 1, 2, 3, 4, 5. Вот, вот, видите, вот этот вот изнаночный ряд, он относится к узору. А наш первый, вот он первый ряд. Поэтому мы будем ориентироваться на него, вот он. То есть отсюда, если считать, 1, 2, 3, 4, 5. Пятый ряд. Из пятого ряда мы поднимаем петлю сюда и провязываем изнаночные вот эти две вместе. Очень непросто они провязываются изнаночные. Да, но нам нужен этот валик. Вот, из пятого ряда опять же мы поднимаем и провязываем изнаночные. Вот видите, вот видно, вот он, последний ряд узора, а наш, вот он ряд. Его так хорошо видно, поэтому вы его не потеряете, не перепутаете. И так до конца ряда мы делаем, вот здесь у нас образовывается вот этот вот валик такой. Вы сначала этот узор попробуйте вязать, кому будет слишком сложно. Сделайте, тут просто вот два вот таких вот, две полосочки из изнаночной глади. Ну, я думаю, следует. Но я решила следовать оригиналу, поэтому у меня будет вот так вот. Мне уж придется вязать. Вот, и так вот мы до конца ряда довязываем, узгорем пополам. Вот. И у нас здесь образовывается, тадам, вот такой вот красивый валик. Вот. Далее мы вяжем еще два ряда чулочной глади. Один лицевой ряд, один изнаночный. Лицевой ряд, изнаночный. Вот они. Теперь два ряда изнаночной глади. Это значит, что меняем местами. В этом лицевом ряду вяжем изнаночными петлями ряд, а в изнаночном ряду лицевыми петлями. Вот, по сути, и все. Наш промежуточный узор, который будет разделять эти два узора. Так, изнаночный ряд лицевыми петлями. И все. Вот он, все, девчонки. Теперь мы начинаем в следующем, завтра, вязать основной второй узор, вот этот вот. После него мы вяжем то же самое, что здесь, только в обратном порядке. Сначала две полосочки изнаночной, два ряда изнаночной глади, потом два лицевой, потом шесть рядов вот этого овалика, вот он. Видите, они в таком зеркальном отображении здесь расположены и вяжутся. Все, девчонки, сегодня все, завтра вот этот основной узор.